Азиатскую страну заподозрили в прикрытии бесчинств военных общества МИР 21-21-24 июня 2019 года Азиатскую страну заподозрили в прикрытии бесчинств военных Янгелифота Длительное отключение связи сразу в нескольких районах Мьянмы с большой вероятностью может использоваться для сокрытия грубых нарушений прав человека вооруженными силами Об этом заявила спецдокладчик ООН Янгели, передает в понедельник, 24 июня По ее словам, мобильная связь и интернет отключены в части штатов Рэгхайн, Аракан и Чин Туда также не допускают представители СМИ и ограничивают деятельность гуманитарных организаций Я боюсь за всех находящихся там гражданских лиц, отметила ли Мне сообщили, что армия Мьянмы сейчас проводит операцию по зачистке, которая, как мы знаем, может служить прикрытием для грубых нарушений прав человека в отношении населения По данным местного оператора связи, временно отключить интернет-услуги приказало Министерство транспорта и связи Делается это из-за операции правительственных войск, которые ведут борьбу с повстанцами Последние, как считается, используют интернет для координации незаконных действий В то же время сами военные указывают, что не стоят за подобным блэкаутом и не располагают информацией об отключении связи Спецдокладчик отметила, что в регионе с конца 2018 года идет конфликт между правительственными войсками и повстанцами из араканской армии преимущественно буддистского населения Ракхайна, которое борется за большую автономию для региона Противостояние уже привело к перемещению по меньшей мере 35 тысяч человек По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелят В нынешнем обострении конфликта используется тяжелое вооружение Наносятся авиаудары и проводятся обстрелы с боевых вертолетов Обе стороны несут серьезные потери К настоящему времени есть достоверные сведения о вертолетной атаке в поселении Минбео 19 июня Отмечается в заявлении Ли При этом на следующий день повстанцы обстреляли военный корабль возле Сатуэ Ситуация в Ракхайне привлекла к себе всеобщее внимание в 2017 году после того, как оттуда в Бангладеш бежали около 700 тысяч мусульман Рохинджа Беженцы рассказывали об этнических чистках, бессудных убийствах и изнасилованиях Власти Мьянмы заявляли, что это выдумки и преувеличения Ведь они всего лишь борются с террористами, нападающими на местных силовиков Что происходит в России и в мире Объясняем на нашем YouTube-канале Подпишись Субтитры создавал DimaTorzok